всем привет и говорит и показывает москва с вами андрей сегодня продолжаем обзор следующего чужого из последнего сета ави пи аркадной игры в более реалистичные покраски так сегодня будем рассматривать и рейзер клоусы то есть когти бритвы или наверно кратко можно назвать его бритва чужой бритва как борис бритва да и соответственно каждый из этих чужих они в игре были боссами уровень вот дать поближе посмотрим коробочку такая вот у нас особь наш гутиков прозрачных сбоку ленс рейзер клоус запечатанный кругляшом тоже краткий биография промо фото классная также в линейке арахноид крисались и здесь еще обалденное про фото так на обороте у нас важная информация 29 января 21 года дата производства такой вот лога на 3 лет real toys fox отсутствует уже 20 сенчев studios вот так крючочек смотрит направо все важные моменты посмотреть да вот на промо там я смотрел вообще просто как мясо здесь вот такой покрас был а на моей версии то ли лака не заложили ну собственно сейчас посмотрим так ну что же давайте мы его распечатаем почитаю открывать сверху здесь скотч также там открытый космос коробочки у нас вот чужой бритва на блистере ну конечно под прямым светом лак хорошо играет но вообще он тускловато смотрится не так блестящий так на промо на промо я думаю это будет вообще топовый чужой живую конечно вот именно в этом месте не так мясно выглядит скажем так сейчас его цикла и на прогревание обязательно прогреваем все эти фигурки то что здесь сустава на бегах так и вернусь и так распаковал прогрел и вот в такую позу установил ну что могу могу сказать артикуляцию вот у этих фигур похоже просто топ вот все возможные шарниры вот в руке к примеру раз два три четыре пять шесть семь семь возможных плоскостей где рука только поворачивается вот такая вот красота агрессивная поза в прыжке можно сказать смотрите как классно вообще лучше мне грохнулся обратите внимание как правая рука загнута таком замахи удар на окнуш опасными когтями и фигурка спокойно вашу задумку осуществляет да вот как я хотел ее позиционировать так задумка полностью удалась то есть я доволен ну ее можно фигурочку как бы с высоты сделать что он как бы прыгает со стены откуда-то или с пилона на свою жертву сделать это более качественно так сказать ну как говорится поза говорит сама за себя да вот я немножко погрел лак заиграл сразу голову забыл правда хотел посмотреть все таки голова будет ли также блестеть переливаться так выглядит так мясно как на промо-фото вот ну небольшие недочеты в покраске конечно есть как ни крути но самые минимальные скажем так вот ну что давайте поближе подойдем к нашей фигурочки посмотрим ее более подробно так для этого до поставка в комплекте не идет это я другую фигуру взял сейчас мою стандартную позу так сказать восстановим так тут куча пинов то есть не торопиться главное даже я сейчас тоже подзабыл как здесь еще сгибается не буду даже пробовать если не идет лучше оставлю как есть так но по коллекционным значит вещам по нашим символы мека располагаются на стопах здесь тут еще fox на самом деле но походу восемнадцатого года по моему здесь надпись лицензионный значит еще раз по артикуляции поворота здесь плече отвод руки есть здесь на пине то есть у нас есть есть вот здесь поворот сгибания соответственно вот на этом хинже сейчас опять не буду с усилием то что сложный локоть он здесь как бы уже согнут еще плюс здесь и здесь хинж поворот в предплеще опускание вот изгиб кисти здесь есть также за счет пина поворот и артикуляция вот этих пальцев глубокий хинж как у кресалиса в шее поворот который ограничен над этими трубками артикуляция у нас груди здесь поворот но вы обратите внимание вот этот вот ball joint то есть более-менее безопасно или нога просто снимается и здесь в принципе вот тоже нога может поворачиваться но я грел в принципе жестко сидит даже ногу снимал но в принципе он и не нужен здесь вот такой сильный поворот даже шпагат такой есть поэтому я оставил и здесь полный полный присед двойной сустав здесь с поворотом опять таки даже еще в колени вот дальше значит у нас поворот на пене стопа и артикуляция в носочки то есть артикуляция просто бомба так также посмотрим на купол он прозрачный зеленоватый внутри виден череп здесь принципе все мясно так выглядит прикольно так язык сложно достать но можно сейчас достанем для этого воспользуемся инструментом так аккуратненько раз так на себе и посмотрим во представляете какая длина так что ж гиммик работает так вот зацените пока раз еще раз здесь вот купол даже более прозрачный тут вот немножко матовость какая-то присутствует но это видим это небольшой киусе и еще так сказать но тем не менее вот эти вот на подбородке серебряночкой они выделяются по сравнению с тем что именно аркадная версия это просто премиум пока скажем так вот лак просто после прогрева особенно все идеально вот такая детализация зеленые тона темно-фиолетовые длинные трубы длиннющие копти уникальные покрашенные серебряночкой смывочкой такой сухой кистью точнее детализация рук корпуса когти на ногах также сухой кистью серебро длиннющий длиннющий хвост по всей видимости от кисалис серебряный наконечник бритва кругом бритва чужой станок смотрите вот эта длина вот такая фигурочка чужого бритвы после прогрева конечно достаточно разболтанным стал но это лучше чем как говорится сломать свою фигурку вот сейчас чуть покрутим еще раз чтобы оценили длину хвоста вот такая красота но в принципе единственный косячок у то что мои фигурки да здесь соответственно мутноватный купол оказался и не так много лака вот в этой области то что на промо он просто мясно выглядел но он погреть может он загорает еще а так вот артикуляция уникальность фигуры реалистичные показы сравнения с версией просто вот очень здорово сделано выделяется в толпе ваших сеноморфов рекомендую фигурку всем спасибо за просмотр всем пока